Привет всем, а мы продолжаем с вами играть в Мафию 1. Остановились мы на миссии, где нам, собственно, надо убить Фрэнка, потому что он предал наш замечательный клан. Клан Донас Альери. А как известно, мафия таких дел не прощает. Ух ты, смотри, ремонтирует говномашину. А что-нибудь новое есть? Есть. Но я, видимо, вот на этом уже не поеду. Я хотел смотреть, какая красивая машина прятана. На ней я, видимо, уже не поеду, возьму другую. Так, Ральфи, помоги мне. Что у тебя для меня сегодня, Ральфи? Эй, эй, Томми, у меня новая машина. Я понял, что у тебя новая машина. Слушай, мне бы старую убрать. Прямо хорошая маленькая машина. Да, Ральфи, конечно. Покажи мне, как ее взламывать. Зашибись. Спасибо, Ральфи. Ну, так просто. Для тестов взломаю нормально. А сам-то я возьму. Кстати, надо вот это вот, например, удалить. Уже оно мне нафиг не нужно. Болт Айс Фордер называется. Надо стереть. Че у нас еще есть? А вот это вот мне не нужно. Как ее? Болт Модел Б Фордер. Короче, Фордеры два надо удалить. Потому что они нафиг не нужны уже. Бесполезный хлам. И вот это вот, на самом деле, удалиться. Она нафиг не нужна. Что ты нужна? Эйс Фордер. Видите, эти убрали. Отлично. Теперь вот это как. Ластер ВА-16 Шерон. Его тоже надо убрать. Что это будет? Ну и все. Ну, пока сойдет. Я думаю, как-то так оставим. Потому что гараж, кстати, может забиться полностью. Там потом где-то к концу игры такое случается. И зачем нам старые машины, на которых мы точно не будем ездить? Потому что, ну, типа, блин, они хрень. Кстати, вот не знаю, лучше там машина Штор Альфи посоветовал. Или вот это вот, что мы взяли. Хоть мы ее, типа, и дополнительное задание для этого делали. Но хреново знает. О, обрез даст, видимо. Судя по тому, что он лежит на столе. Правда. Что ты можешь делать? Фрэнк знал, что случилось. Что ты получаешь для меня? Обрез и еще что-нибудь. Да. Soft-off. Ну, давай. Обязательно, они называют это лупара. Когда они находят кого-то, который убил за одного этих ребенка, Все, кто-то знает, что это дело. Похоже, это идеальная ситуация для использования. Он имеет длинную высоту. Но это укладывает много реального хрена. Ты не можешь спать. Я никогда не думал, что я бы встретил сицилий традиции. Таким образом... Потому что копы. Утром есть, а останавливаться каждые 5 метров как-то не хочется. Ну нормально машинка едет, пойдет. О, 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 о. А вот с этой-то машинка, которая... Такое ощущение, что она быстрее меня очутить едет. Ну... Хрен знает, он просто как-бы изначально более разогнанно уехал. Вот, не поймешь. Шайна таун. Машина такого цвета, если честно, мне не очень нравится Ну какая-то она, хрен знает, лимонный, даже не лимонный, болотного цвета такого Главное, что у меня не врезался, чувак Могу вам сказать, что мы где-то половину игры прошли То есть, если в принципе знать, как тут более-менее все устроено И играть не первый раз, то да Время прохождения этой замечательнейшей классики Занимает, ну, не такое уж большое А где мы с Гучейна Тауна, я не понял Почему-то у меня играет мы с Гучейна Тауна А, вот, все сменилось Ну привет Здравствуйте, мистер Салиери, Биф, мы должны знать, где копы получили Фрайка Хорошо, Тауна, я не знаю ничего Понятно Окей, спасибо, Биф Хоть ты и не помог, но Интересно, а как копы к этому относятся, то что они типа на два лагера работают Им все сливают и мафии все сливают Здорово Пройдем, наверное, по центру Алан Тауна Ну, так как ты режешь стрелку, где-то как раз там будет расположиться Ну, вернее, наша метка Твою мать, куда ты едешь, определись Кто в тот ряд, а справа, блин, влево прыгает Джулиано стрит Субтитры сделал DimaTorzok Блин, я вот так думал, что это, остановимся, что я протупил Я стою, офицер, стою, извините Еще подбегут Блин, с пистолетом Задумался что-то, и когда он штука на красный начал проезжать То понял, что я протупил Ну да, машина хоть до 60 норм набирает Все, нет копов Врать нет, отлично Впереди эта машина тоже как будто копская Прям Блин У полицейских, он тоже машина вся-то изменилась Тоже ставбол какой-то там В8 О, музей Ну давай, рассказывай нам все эти вещей Как ты, Тони? М. Сальери needs to know where the cops are holding consigliere Frank And Big Biff suggested you might know something Эй, там, look, I don't know where they've got Frank exactly А, я знаю, что из них например спутник, который упорчал, что не выскал Как там, что-то за ним Мы чужели вообще министры, потому что ему такие паровщики Они называют, что он в воде многое Веряemente не знаю Он в его безусловно Он в воде Собтерно Сейчас в руки Ты gek Класс 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 Собтер на полную. Опасно. Ммм, блин. Под мостом говорю. Давайте тут проедем, считаю. Правда, это, по-моему, единственный разводной... А, нет. Там два моста, которые разводятся в игре. Вот этот и еще который Вестмаршал Бридж. Он тоже разводной. Поэтому, если вдруг плывет баржа, то его разводят и приходится ждать дома. Ну и ладно. Проехали и славненько. Хорошие же игры раньше делали. Не знаю, вот мне в нее нравится играть, потому что она такая достаточно душевная, что ли. Есть у нее все вообще, что надо. Стилистика, красивые машины, хороший сюжет, интересные миссии. Все есть. Что еще надо? Графика на тот год классная, физика вообще на тот год просто превосходная. Ну, я имею в виду именно физика, скорее. Не то, что предметов, а вот именно машин, вождение, столкновение. Вот это вот все. Очень хорошо сделано. Так, говорят, он под мостом. Хорошо. Сейчас заедем. Полицейский. Красивый мост. И здание вот это тоже, которое высотное, прям класс. Лука Бердона, кстати. О! А вот у нас дружок-пирожок. Вот что к нам обернулись. Да, ребят, ну. Отлично. Ты выиграл? Для христики, не забывай меня. Попробуй пить бензи. Я в любом месте. Реки, эти бензи, согласен, что если он дали аккаунт-боксы, они их отборят в Европу. Ты лучше двигайся. Они, наверное, оставят их сегодня. Они были держать его в костюме, против теннис-корта в Ог-Алле. Это все, что я могу сказать. Теперь оставь меня alone, ты рот. Ты был огромный помощь, Джо. Следующее время выйти на путь немного позже. Я не могу, придурочный Пока видите, очень много ездит, эта миссия прям такая. Пока экшена особо нет, он будет обязательно, но вот пока просто разъезд из одной точки города в другую. То есть, когда я играл в неё, ну, первые раза трещат, этого даже не замечала сама. То есть, многие жалуются на то, что, ой, тут очень много ездит, там, между миссиями, от каждой миссии ещё там назад, к Сальери, от Сальери до миссии, все дела. Ну, я не знаю, мне как-то нормально. Едешь себе, едешь спокойно. Твою-то мать, а ну ты дурак. Поворачивать на главную дорогу не пропускает. Красава просто. Здесь мы ещё, кстати, с вами не ездили. Такой частный сектор, дома стоят такие прикольные. Ну, почти приехали. О! Фрэнк! И машина, смотрите, какая у них вообще машина просто. Вот это я понимаю. Это что-то типа ФБР. У меня они, конечно, но что-то типа Хайвей Патрул. Я так понимаю, мне за ними. Да, он машина за меня не могут проехать. Джейзис, это было близко. Они должны быть волшены о Фрэнке, если они его ездят в армоплитном автомобиле. Ну, я их follow and see where they're headed. Ну, совсем близко мы к ним не будем прям присасываться. Пусть себе едут спокойно. Пусть себе спокойно едут. Никто не будет даже мешать этому. Я просто спокойно еду. Я никого, ничего не вижу, ни за кем не следую. И всё окей. Фрэнк, постой. Мы не поговорили до конца. Постоянно поворачивать куда-то. О, чёрт. А мне ссать. Нафиг пошёл. Как я его развернул-то? Фига себе грузовик, а? Кстати, помню, недавно в открытый доступ выкладывали книгу ФБРовцев в 60-х, 70-х. Как следить за человеком. Там, типа, что-то две или три или четыре машины. Как-то так. По-моему, тремя они машинами обходились. И между собой по рации, как надо общаться, чтобы вот перехватить человека. И при этом, чтобы он не спалил. То есть там они где-то следят, потом в одной части города становятся в другой, друг друга там подменяют посменно. Вот как так всё работает. Достаточно прикольная вещь. Я, конечно, всё не читал, но так просто пробежался по диагонали, чисто из интереса. А выложили в открытый, потому что мы с собой сейчас это просто, ну, неактуальный способ. То есть вы уже более такие продвинутые сменили. Телефоны там мобильные, всякие другие дела. Гораза легче там через спутники и прочую фигню отслеживать, чем машинами по рации перехватывать. Хотя, кто знает, может, иногда и такой способ тоже используют. Даже сейчас. Так, спешить не будем. Главное просто держать их на виду и всё. И всё будет хорошо. Он, кстати, смотрите, постоянно притормаживает на дороге следа тормозов. Хрена. Лол! Он даже человека сбил. Врядился в другую машину и сбил. Ещё раз врезался. Офигеть! Вот это да. Не пойму, они пропускают его или что? Как-то так едут все странно. Столько аварий за последнее время. Да, они его пропускают, походу. Ой-ой-ой. Аккуратно. Офигеть! Они таки объехали хоть одну машину. Во все прошлое не врезались. Очень ценный свидетель. Не минуты это. Даже, ну, типа, не без аварий. Итак, смотрите, они все выступают, как будто они это... Включили маяк. Куда они его везут? Это уже пригород. В какой-то... свой дом, где там не найдут его временно. Нет, смотрите, в аэропорт. Ну, поехали тогда тоже в аэропорт. Кто он здесь? Ё-моё, у меня чуть-чуть этот чувак не сбил. Я бы, кстати, его машину спер. Они видели, что я тут приехал. Черт. Твою мать, я тебя чуть не убил, чувак. Люди вон с сумками. Бля. Патроны! Вот этот молодой человек прям вообще. Чем его... Вау, 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 вот это плохо. Вот чем плохо Томпсон, можно от него грести. А! А у него патроны кончились. А ты чего он начал с пистолетом отстрелять? Ух ты, а этого я убил, кстати, все-таки. Черт, убили. Ни в чем не повинного человека. И еще одного ни в чем не повинного. Твою мать, у него, короче, Томпсон как раз кончился. Дострелялся, мать его. Ладно. Охрененно. У него и других патронов нет. Ладно, оставим. Ладно, не буду его убивать. Я не буду убивать невинных людей ни в чем не повинно. Совсем. Поэтому. Блин, так все стоят. Они куда-то направо убежали. Такие самолеты вот. Держабль даже, смотри, такой огромный есть. Так, а где все-то? Куда они побежали, говори? Тебе не страшно, что ли? Лег. Трехдвигательный. АТВ. Не знаю, кто есть какой реальный прототип у этого самолета, но выглядит он как-то пипец странно. Оп! Твою мать! Попал по мне! Судя по всему. Твою мать! Ох! Ну, смотрите, ну это пипец какой-то. Ну, наконец-таки. Патронов вообще нихрена цель нет. 50 хп оставил. Приколите, какая сволочь. Воу, воу, воу. Вы видели, как он сейчас с бочком валил просто? Шанди... Ты че, мужик? Я ж охренел. Где вы все? Твою мать! Я у него патроны, боится, честно, взял. А у этого чувака упала винтовка, но, блин, я не подберу. С прицелом, кстати, интересно? Нет, просто. Черт. Все, до свидания. Ну все, это забейте. И шесть двух сторон. Ну да, без шансов, извините. Просто без шансов. Плохо попал. Да, и вот так вот все начинается без сейвов, поэтому... Блин, как бы я тебя убить хотел, твою мать? Ладно. Аптеку-то я заюзал, а потом мне прилетело. Откуда я, кстати, пришел? Откуда-то отсюда, что ли? Твою мать, как ты меня бесишь. Офигенный выстрел, мистер. Перезаряжись. Не, Коля, кстати, реально со мной классный. Что за хрень? Надо помнить, что тут еще есть, придурок. О, да, вот он. Просто меня аннигилировал нафиг. Жесть. Вот начинается уже сложности, видите? Не могу прям сложно-сложно. Твою мать. Попробуем с обреза, но... не проканайте с обреза с такой дистанцией. Твою мать, ты тут тупой, что ли? Блин, выбегай быстрее. На перезарядке как раз его поймать. Что-то я не могу откуда дверь вот так. А вот и с Томпсоном придурок. А чего вообще по мне тут желтый-то начал палить? Смотрите, его сейчас, например, нет. Видите, они убежали в этот раз. Кстати, в этот раз мне повезло больше. Во-первых, Томпсон выбил с чувака. Да что, если тут всего один магазин, это все еще очень неплохо. Блин. Не хватает этих мест, да? Да. Из-за того, что у меня под пальто уже есть обрез, я не могу просто так теперь с Томпсоном бегать. Ну, то есть, я не могу на другой его сменить. А! Фига! Попадаю, смотрите-ка, сыгл по всему. Попадаю, попадаю иногда. О! О! О, да-да-да, потанцуй. Сколько тебе патронов надо, ублюдок? Тут, видите, с дистанцией какое-то дикое просто падение урона. Может, поближе подбежит, что он меня задолбал уже просто. 44 у меня было. Сколько я в него расстрельнул, ребят? Сколько? Вы это видели? Так, надо быть очень аккуратным. Вау. Вау, по мне уже палец с вышки, только я не вижу с какой-то. Твою-то мать. Не понял. Мужик, не смей. Понятно. Ничего не происходит, мужик, ты умер. Блин. Твою мать. Нет, нет, нет. Первый. Давай, пожалуйста. Хорошо, что они так перезаряжаются долго. Ну, в плане, фу-то, блин, перезаряжаются, говорят, долго. Хорошо, что они такие косые. Это я, блин, перезаряжаюсь долго. Патронов вообще нет. Тут, по-моему, тоже чувак с Томпсоном был, если я не ошибаюсь. Да. Перезаряжаться пока не буду, а то он еще все выкинет. И тут чувак с Томпсоном. Дважды хорошо. Отлично вообще. Ай-яй-яй. Одного, смотрите, вы смог смыслить я все-таки. Так еще надо быть аккуратным предельно. И не попасть с этим придурком на глаза. ух ты. В этот раз я его быстро срезал. Ага, все, до свидания. Поиграли, мать его. Но это он красиво встал, согласитесь. Просто пипец. вы спросите, что я еще делаю? Я, блин, просто бегу лечиться. Вот и все. Мне вообще пофиг. Потому что, уху-ху, да. Ничего, сейчас бегаем обратно, быстренько. Приключения на 5 минут. Зашли-вышли, Марти. Это, кстати, чей-то мой? Боезапас полон. Написано, ладно. Просто похилиться хочу, потому что, ну, это пипец. Добрый день, уважаемые граждане. Правильно, ложитесь пока нафиг. Как-то легла, блин, мне странно немного, ну ладно. Сейчас, бац, и тут враг, да? Резко. О, зашибись. Вот это другой разговор, а то с 36 хп есть шанс не вернуться оттуда живым, к сожалению. Так что, да, тут никакого восстановления хп, только хардкор. Если поймал вот так Томпсон, то я даже отходить не могу, потому что, если он в меня начинает попадать, то все. Я как бы не могу с места сдвинуться, я начинаю вот так вот пригибаться там, типа, ну, хвататься начинать за все. Типа, больно же, и все. Все хп теряются в ноль, и до свидания просто. Так теперь, главное, вот тут вот не нафидить, не умереть. Не понял. Где вы, мрази? Я не хочу умирать. вроде никого пока. Ага. А перезаряжаться-то будешь? Твою мать, он прям за Фрэнка встал. Дело. Фрэнк, Хэй Томпсон такой под ногами у него лежит. Может быть я просто так old. Это война и я не хочу бороться больше. Я у меня ребенок и я думал, что я наконец-то смогу получить some peace. Вы не могли бы это сделать другую сторону? Вы не должны были уничтожить нас. Они пришли и я не мог бы уничтожить. Они уничтожили мою дочь, Том. Если я не говорю им книги, они будут убедиться. Продолжение следует... 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 Ну и все-таки, видите, это не GTA, он не может спрятать как бы РПГ себе за пазуху, не потому что его тут нет, а потому что именно не может. Это достаточно реалистично, хоть что-то. Это неплохо. Вот так вот мы спасли Фрэнка. Говорит, передай Дону, что мне жалко. Ага, если я передам, что я тебя не убил, Фрэнк, то меня самого наколят. Вот, в банке находится, да уж. Ну в банке не чекают на предмет того, есть ли у тебя оружие или нет, но главное его там просто не доставать. Вот и все. Длинная какая миссия, видите, столько вообще разъездов тут просто невероятно. Еще перестрелка эта. И сколько я там, два раза умер или три? По-моему, два, да, если я не ошибаюсь. Ну вот, уже проблемы начинаются, не так все легко. На Томсоне, когда тебя ловят, то вот говорю, двигаться не можешь, поэтому очень тяжело, как бы реванш взять над этой ситуацией. Просто не получается. А ХБ тоже потом особо негде регенить. Поэтому пару, ну условно говоря, либо один, либо пару раз ты так попадаешь и все. И до свидания. Фрэнк не ловил. Бритвокс с аккаунтами был в сейф-боксе. Нет проблем с этим получать. Ну, отлично. Опять, смотрите-ка, Лукаса Бертон нам дает навесить. Конечно, ну еще, тем более, у меня сейчас полный арсенал, полный ХП, и я вообще готов. Вот, смотрите-ка, никаких тебе GPS, ничего вообще. Когда несколько заданий, то вообще даже стрелки нет, куда ехать. То есть, ну ты уже, типа, должен был запомнить. Атмосферненькая. Поэтому я карту вот так часто открываю, просто посмотрю, куда мне ехать, и все. Как бы главное, что мою, есть тут указатели, и нормально. Давайте заедем. Я надеюсь, тут не на время будет, но на всякий случай машину разверну, а то кто знает, что он тут за задание даст. А развороты тоже дополнительные. Ну, в принципе, симпаттная, кстати, машинка пойдет, не прям красавица, но. О, вот такой мне хочешь предложить, но. Спорно, конечно, спорно. Ну, а ты? Я хороший, но какой-то бальцер из Хобока может убить моего парня. Он сидит вокруг черного пляжа. Ты знаешь, я хочу, чтобы кто-то, чтобы... ...учить ему лекции. Это не будет проблем. Ты сделаешь это, Томми? О, это здорово. Эй, но, ээ, не его снимай. Я не хочу, чтобы убить его, просто, эээ... ...смирай его, пока он попросит за вероятность. Да. Если ты сделаешь это, то я тебе получу настоящую письмо. Конечно, как он выглядит? Эээ, он реально большой геррилл, какой-то персонаж в Блэк-кэта-байке. Ты не можешь его помнить. Его имя Биг Стэн. Просто скажи ему, что это... ...лесон от Карлова. Окей, я пойду. И кое мне он, интересно, вот эту даст машину или вот ту. Даже если вот ту, ну, фиг знает. Выгодит она, конечно, не очень здорово. Ну ладно, попробуй. Я, если что, все будут дополнительные задания в этой игре выполнять. Но они как раз у нас и будут все у Лукаса Бертона, потому что... Ну, так вот игра сделана. И... Что я хотел сказать-то и... Ну и, собственно, за все из них нам будут давать машину. Какую-либо. Новую. Насколько она лучше того, что дает Ральф? Ну, тут сложно сказать. Они, на самом деле, все более-менее... Не, ну они, конечно, уникальные в плане там разгона, поворотов и прочего. Но вот уже... Как это сказать-то? К этой... К этому проценту прохождения игры это уже не так сильно влияет. Потому что все машины вот этих годов, они уже, в принципе, неплохие. Это не как в начале игры, когда машина, блин, на мост даже заехать не может. То есть там даже ограничения надо ставить, потому что она как бы и так не заползает. А тут, пожалуйста, уже все нормальные тачки, все едут. У людей, вон, правда, еще старые остались, но тоже на новые постепенно переходят. Уай, навстречку выйдет. Мне же еще к нему вернуться надо, кстати, будет. И еще забрать машину, которую он скажет, где забрать и как. Самая длинная миссия, считайте. Не знаю, будет ли что-то еще тут длиннее. Ну, то есть самый длинный день, вернее сказать. Так, копов вроде нет, можно и на красный пролетать. Блин, показалось, что слева как раз машина полицейских была. Думаю, сейчас попаду. Но нет. Странно, он сигналит, еще когда в поворот входит, даже меня еще не видит. Что это вон так? Поезд вон, смотрите, едет. Вау, я не хотел ничего доставать. А еще у меня почему-то 0 патронов к магнуму. Ну, видите, нам тут оружие не потребуется, потому что он говорит, урок припадает. Хотя, в принципе, если в него стрельнуть из пистолета, он же не умрет с одной пули. И урок я ему как бы тоже припадам, так что тут даже не знаю. Ну ладно, попробуем его кулаками забить, надеюсь, уйдет. Блин, копов не очень хочется обгонять, конечно. А-а-а, он тут наверху стоит. Ну ладно, бля, еще вот тут остановимся. Да-да, ты внимания не обращай, я просто перезаряжаюсь. Хрена громила, я такого должен побить. Кто хочет знать? У меня месседж от Карло. Ты хочешь его получить, как ему, или что? Нет, не мне. Мне кажется, что сегодня ты в счастье. Да блин, что это такое жесткое-то. Ну... Ха! 3 хп всего потерял, я думаю, будет сложнее. Потому что обычно иногда они могут, ну, необычно, иногда они могут вот тоже так поймать, начать избивать и всё-то двигаться. Ни хрена не можешь, ничего сделать не можешь, и такое... А-а-а! Что делать? Нет. Едем обратно. Нарушил я немного. Ай! Нарушил, блин. Не туда еду. Хотя бы быстрее, а поеду в итоге медленнее. Ха! Чувак порадовал сейчас. Так что да, ехать тут быстрее опасно, потому что... Полиция ловит. В GTA вот вообще пофиг как ты едешь, хоть 200 километров, всем плевать. А в этой игре нет. Лучше 60. Штраф. А если, кстати, гнать где-то 100, то там даже не штраф, там сразу арест просто горит. Как хорошо машина разгоняется. Какой смысл, да? Гнать на ней, если... Ну, как бы... Какой смысл менять машину, если нельзя ей воспользоваться? Ну, то есть, полную мощь. Ну, вот... Как-то так. Можно, конечно, но... От копов сейчас бегать, это ещё... Ещё дольше будем тогда ехать. Ещё и помереть можно, потому что, как бы... Тут, короче, как работает с полицейскими всё? Если ты делаешь какое-то нарушение, и тебя на этом ловят, даже там, не знаю, стреляешь, или на красный проехал изначально, рисуется, что... Ну, только те, кто тебя увидел, они начинают за тобой гнаться. Если ты их быстро там убиваешь, либо как-то с ними быстро разбираешься, то всё, это пропадает, ну, готово. То есть, если ты, например, начал палить, какой-то коп тебя спалил, ты его быстренько убрал, то всё, это как бы исчезает. И никто тебя, по сути, больше и не видел, нет свидетелей именно с полицейской. А вот, если ты, например, какой-то после этого времени секунд 10-15 замешкался, то они уже сообщают по рации своим, и появляется именно индикатор розыска. То есть, во-первых, дополнительные машины выезжают, а во-вторых, уже, ну, то есть, все за тобой просто гоняются. И там надо отсиживаться. Либо можно, например, машину сменить, это помогает. Но всё равно, если ты рядом с ними, типа, близко проезжаешь, они такие, ага, это он. Как-то так. Не знаю, покажу ли я этот момент, скорее всего, нет, это я просто вспомню по свободной игре, как она работает. А в основной игре это точно так же, поэтому... Такая вот механика. Должен сказать, вполне, ну, как бы, логичная, логичнее, чем в GTA, явно. А давайте-ка мы вот тут проедем, чтоб особо не... С дороги. А то долго сейчас сворачивать на ту дорогу, нафиг мне это надо, когда вот напрямик можно проехать. Тот человек, он скрипит! Тот человек, он скрипит! Такая песня. Ну, что, Лукас, давай машину для них. В таком случае. Но его задание не сложно, особо как яйца Да, вот эту машину Отличный мотор, легко управляется Ну ладно, окей, попробуем В принципе, может так она и есть Да, Мови Старс двигают эти машины Да, да, посмотрите на лодку Это очень удобно, но когда ты идешь за это, будь осторожным Он имеет какие-то карты Спасибо, Лукас Я даже, главное, не вижу куда мне ехать на самом деле Ща разберемся В этот раз, видимо, вот этим как бы геймплеем я запишу всего одну миссию из мафии Потому что пипец она долгая Там, по-моему, мост будет, как я поехал, но совсем верно Ну ладно Попробуем вот так Ага, нам вообще наверх ехать, я понял Ну ладно Сейчас спустимся по пустарному Или не по пустарному Потому что давайте тут повернем И норм Полиция наша любимая опять Которая не дает мне нарушать правила дорожного движения А, тут из двух мест может ехать Ну ладно Давайте через Я даже не знаю Давайте через Вот тут вот поедем Через низ Там просто такая дорожка змеевидная Будет поинтереснее немного И дольше То место, где мы Фрэнка как раз выслеживали А у Хилла-то вот как раз наверху на горе находится Вон, который впереди меня гора Мы туда, по идее, едем как раз Да и сигналь-то Срежем немного О Ну как вам сказать Давайте, вы просто сделаете вид Что вы этого не видели Если я даже фару разбил по-моему Не, не разбил Заднюю, думал Офигеть Больше я так делать не буду Вот тут я конечно подскочил Должен сказать, мир мафии весьма большой Мне кажется, больше, чем GTA 4 уж точно И... ну, нет, до GTA 5 он, конечно, дотягивает Но... GTA 5, там очень много, как бы, пустынной местности И... ну, в принципе, как бы там половина карты Она, условно говоря, не заселена вообще ничем Это просто, ну, территория Здесь же, как вы видите, везде очень плотная застройка И везде можно проехать, где-то там люди ходят, всё такое, поэтому... Кстати, в начале игры заставка, вот тот самый маяк, вот море Это вот уже именно в Сан-Паулкос, да, это именно море уже идёт Копа, я вас обгоню по встречке, вы уж не будете против, спасибо На такое вот тут нет реакции, то есть по встречке здесь можно обгонять Они за это не накажут, хоть что-то А ещё я сейчас возьму и сокращу Сокращу, или не сокращу, смотри, там у меня машина не едет Ха, сократил тоже мне, мать его Ага, ясно, короче Не хватает ни мощности движка, ни сцепления с дорогой По бездорожью она не может Чисто дорожная машинка Это вообще все машины, которые мы будем использовать, они все просто для дороги Видите, как тут тяжело подниматься, потому что Весьма большие подъёмы, ещё и поворот я вон в 30 километров спускаюсь, даже ещё меньше Пипец Ну ничего В начале игры интересно, я бы сюда вообще мог заехать Мне кажется, что у меня машина бы просто не вытянула Ну потому что, пипец Если это для этой машины тяжко, которая очень-то неплохо едет, в общем То для той я даже боюсь Предположить Хотя меня вон это даже обгоняет, смотрите на поворот О, килл На горе, соответственно, как раз по названию Судя находится Ну и мы поднялись Тут уже какие-то, смотрите, такие дома, типа Богатых людей Вон такие двухэтажные С такой архитектурой интересной Считаю, я поехал куда-то, не туда, но не туда Новая музыка А я тут проеду Чёрт Спасибо, ребята, извините Что-то А, вон она какая-то Смотрите, прикольно Какая-то, интересно А кто его охрана? Я никого не вижу Чуть не сбила Папа, не повернись на машину Девчонка, полиция Ну убивать я его, наверное, не буду Потому что это чё-то Всё Потому что за что его убивать? Ну охраняет человек машину Он так смотрит на меня там Встал на горке И такой, типа, фига А вернёмся через другую дорогу Машина, видите, немного другая В плане того, что более длинная версия С дверьми и сзади тоже Ну едет она очень хорошо Прямо чувствуется, да Движок у него получше Но будем пока на ней, значит, гонять А на той машине, видите Я, выходит, всего одну миссию прогонял И всё, он уже такой другую дает Всё, едем к Сальере тогда То есть если тут отменить ограничение скорости То очень легко можно километров в 200 сейчас выводить Единственное, повернуть будет крайне сложно На это вписаться в поворот Но сам факт Можно, в принципе Зря я так поехал Ну давайте, вернее, через верхний мост поедем В принципе А то мы там давно не ездили Чё повернёт в меня Хоп Хах Предвидел Ну-ка, как она дальше гонит Ой, ну хорошо прям едет Вообще, посмотрите, как его даёт Ладно, так уж и быть Попробую без ограничения скорости Не, динамика явно у машины очень неплохая До 60 прям так неплохо резво набирает Ну-ка, вот на этой местности Под горочку Ой, хорошо Твою мать Ха-ха И не заметила, что это копы Ладно, не будем, значит, превышать А то, видите, постоянно просто буду влетать на эту хрень А так, вполне себе симпотная машина Давай быстрее, чтобы, типа, там не разбираться Может, их убить? Чисто по приколу Признообразим миссию Да, офицер, да, конечно Ни в чём себе не отказывается, офицер Да, никогда такого не случится В вашей жизни этого уж точно никогда не случится В принципе Видите, и всё И никакого розыска, ни филе Причём их машину я, по-моему, тоже могу разобрать Но я не буду этого делать Хорошего вам дня, офицеры Извините, что я скорость превышал Больше я такого делать не буду в вашей жизни Такие дела Поэтому, видите, мне очень сложно, как бы, ну, скорость машины протестировать Я просто не могу, выше 60 ехать Единственное, когда это можно ночью Но ночных миссий тут особо и нет, как видите То есть, ну, один раз, да, по-моему, у нас всего была ночная миссия Когда... А, нет, ладно, пару раз Когда мы везли товар как раз И когда я гоночную машину перегонял Так прям вот хочется втопить, попробовать Ну, без вариантов С копами не хочется играться А, пошло оно Сейчас, конечно же, я на них попаду Тут просто даже не сомневайтесь, но... Да Хотя, если очень быстро проехать Возможно, он не успеет никому сообщить Это от машины одной, а вот... О, чёрт Сейчас пропадёт Главное только на ещё одну копскую машину Наехать и будет всё хорошо А-а-а! Это копы вот это вот Хе-хе А мне срать Ага, удачного вам Офицера дня Блин! И ещё тут коп попался И ещё тут попался Прям пипец Меня везёт сегодня Вот сейчас они, кстати, могут как раз вызвать Смотрите, как я аккуратно всех проехал Ну, то есть, видите, опасно достаточно Что-то я уже выставлю ограничение Ща, спадёт вот эта штука, я надеюсь Главное, сейчас накопов нет А-а-а! Блин! Твою мать! Давайте срежем Вот видите, как Чем это тогда заканчивается? Ну нахрен Тут я уже просто рядом с Альери Поэтому Не беда А так вообще это нехорошо Главное, даже не споздает полоса Прям вообще пипец какой-то Я надеюсь, что Мне можно будет как-то зайти при этом Что вообще не уходит Вот видите, появилась там надпись как раз Что типа они не знают, кто это Мне небось сейчас скажут, что сбросите уровень розыска сперва Нет Итого, вот я получил Две машины Ладно, давайте ещё одну миссию Визит к Толстосуму Немного купил, что Франк был мертвен И что я уничтожил его тело Поэтому Франк на funeral Стоит не Франк Мафия имеет право Организировать франкеры Для важных людей Где они забывают Что они не уничтожили Которые с другими Или с мертвыми Стоит 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 В хорошей жизни Это принцип И я не мог бы его помочь, чтобы он был в Европе. Я не мог бы не знать, что они были в Европе в Европе. Томми, это кажется, что наши проблемы не закончились. Проскутер, который почти был frank, он украл больше дыр, и я слышал, что даже у него есть свидетель. Это похоже, что каунселор, который сын вы shotе, срочно требует ревензий. Проскутер, который был хороший друг из его, и если мы не нип это в тюрьме, они будут большие проблемы для нас. Это не так хорошо. Что-то даже worse, что этот парень не верит в никого. Он имеет все данные против нас, в его доме, в его доме. Сам и Паули, мы занимаемся с тем, как мы говорим. И ты должен получать это свидетельство, Том. Как же мы получим это? Ну, сегодня у нас есть отличная возможность. Мистер Просекутор решил пойти в театр. И никого не будет дома. То есть, никого, apart from the home security. Конечно. Но его исследование будет empty. Его вилла находится в миллионерской квартире. Мистер Просекутор не совсем плохой человек. Спасибо, Луи-Ги. Мистер Просекутор с прозрачной квартиры. Мистер Просекутор должен быть вилла. Но если вы будете обращаться, то будет вилла. Вилла будет закрыть. Просекутор на первой площади, и ваше место должно быть вверх. А для того, что вы должны быть вверхом. Салватар с ним. Он будет вверх. Он успеет открыть каждую квартиру в Америке. Возвращая все свидетельство, после того, что прозрача прийти домой. Окей, босс. Где я могу найти этого Салваторе? Он будет ждать тебя в Хобоке и на стороне, рядом с стадионом. Так что ты можешь его поймать туда. Я не хочу рассказать вам, насколько важна эта работа для нас, Томми. Хорошая фортуна. Я сделаю моё лучшее, босс. И, Томми, если ты хочешь попасть в прокуратуры, не убивай его. Важно что, это просто приводит нам больше проблем. Ты можешь зависеть от этого, босс. Эта ситуация, с которым Фрэнк действительно снял Дон Солиэри. Он, наверное, чувствует себя вовремя, но я не думаю, что он имеет никакой причины. Он был вовремя. Лучше, чтобы умирать, чем убирать его семьи, я живу как укрепляться. Собственно, я его поэтому и не убил. Какая-то Рарфи, чё новая, это кто вообще такой? Чё, есть какая-то новая машина, Донми? Нет, нет, а. Ну, это да, это если удалить. Ну, мы возьмём нашу новую, вот эту вот, потому что она быстрая достаточно, мне нравится. Так, а к Винчензо мне туда зайти, мне ещё что-нибудь взять с собой. Добрый вечер, Винчензо. Дай мне Томпсон, короче, и обрез, наверное. Вот, чтобы ты мне дал эту, как его душить. Стандартный набор. Томпсон. Спасибо, Винчензо. Полностью стандартный набор, блин. Бейсбольная бита и кольт. Уже не первый раз нам такое, по-моему, дают. Ну, может, больше никаких новых нет. Вот эту сеть тоже можно удалять. Ща, я посмотрю, как она. Шуберт Сикс, нафиг. Шуберт Сикс. И вон тут тоже можно удалять. А эту как зовут? Фалконер. Шуберт Сикс и Фальконер. Ха, чувак в бар не может зайти. Ты пьяный, иди домой. Что ты... Ты нуждешь? Шуберт Экстра Сикс и... Фалконер. Оп. Все, их нет. Отлично. Поедем мы, конечно же, на эту. Тор 810 седан. 810, да интересно, это мощность двигателя в лошадиных силах? Ха-ха-ха. Ну, нет, конечно, вряд ли. Поехали. Тут можно без ограничений, я думаю, будет проехать. Надеюсь. Ну, мы посмотрим. У стадиона. Поедем тогда через верхний мост. Кстати, это же есть срез у Сальери. Че, я че-то забыл. Вот как я проезжал. То есть, вот сюда и налево. Так быстрее дело будет. Кстати, смотрите, к полиции-то ходят. Ну, она как бы, да. Ночью они все равно есть. На них можно натолкнуться. Просто их меньше. Не так много, как утром. Ну, как утром, днем. Поедем на полной скорости. Пушек у меня, правда, сейчас нет, поэтому от полиции отстреливаться мне особо тоже нечем. Сколько там патронов? Семь на семь. Твою мать. Два магазина. Это маловато, мягко говоря. Потому что у одного врага иногда чуть ли не два уходят. Если не в голову попадаешь, а это часто бывает, то... Да. Ну, хорошо, хорошо эта машинка. Нормально. 90-го дает уже гуд. И набирает их, в принципе, достаточно быстро. Посторонись, блин. Блин, подумал, вот это вот копская машина. Я просто... Юб твою мать. Нет. Не получится, как я хотел. Потому что он опять на копов уже нарвался сразу же. Если бы сейчас не снизил скорость, то влетел бы. Очень повезло. И все, поехали, тошнит сразу же. Ну, опасно, видите, не угадаешь. Постоянно они вылезают откуда-то. Вроде и машин-то нет даже особо. А лезут. Это... Блин, у всех еще вот постоянно вот эта вот марка машин проезжает, которые в том числе и полицейскими используются. Мне очень страшно, потому что я не понимаю, издали это полиция или нет. Это не полиция. Тут, правда, объехать надо будет. Чуть-чуть. Слушайте, ну поворотливость у меня, конечно, такая себе. Я прям вот руль кручу, вообще не поворачиваю. Да меня не поверни, дурак. Спасибо. Хе. То есть, на шести десять и норму. А где-то на девяносто уже вообще машину не повернуть. Как видите, надо нам украсить какие-то важные документы. Сначала надо подобрать нашего взломщика. Да, 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 сори. Ой, его сбили, кстати, шикарно. А я его еще и убил. Нормально, заодно и пистолет подобрал лишний. Спасибо, что сбил его. Очень вовремя. Не, видите, прям на скорости вообще никак. Так, то есть, сто на полицейского попадешь, сто на полицейскую машину. Пипец. А вот и Сальваторе. Привет, друг. Садись. Только чтоб тебя не сбили, аккуратно. Пипец, бессмертный. Пипец, бессмертный. Хорошо. А где мы идем? Итак, ты можешь открыть любой сейф в стране, да? Примерно каждый, дурак. А как ты научил этот шаг? Мой отец был в бизнесе. Это изменили. Сейфы продолжаются лучше, поэтому парень должен держаться с временами. Некоторые из сейфов вокруг этих дней довольно тяжелые. Испанец, видимо. Кубинец Испанец. Что-то такое. Делай свою работу. Я буду делать свою работу. Опять-таки, видите? О, хил. Едем туда же вверх. Сейчас дорожка, правда, будет поприятнее немного. Но вы уже ее помните. Я как раз съезжал в прошлый раз. Вот такая машина. Забрался на ее. Она тоже достаточно резкая, но там как бы не требуется вот так вилять по серпантинам. Тут она просто достаточно прямая. Может, я даже ограничения уберу? Все равно тут, кстати, пофиг вообще на самом деле. Такая резкая, что я даже не обогнать никого не могу. Ничего. Двиган не тянет. 30 километров. Справедливости ради, современные машины не сильные. Там на литр с лишним даже тоже так же будут ехать при таком-то уклоне. Это он даже разгоняться умудряется со временем. Тупо на первой тошним. Двиган начинает там набирать обороты. По стыкам текстур меня кидают чуть-чуть подбрасывают. Так вот здесь уже не надо ни на какую полицию попадаться. Прям аккуратненько. А то миссию бы не хотелось провалить машину. Это вот дом прокурора просто. Посмотрите, какой у него участок, мать его. Несколько построек. Какой размер участка. Это, это жесть вообще просто. И мы как раз к нему, ну давайте. Я надеюсь, они через центральный вход, правда ведь? Да, они через центральный, по всему. Отлично. Пошли. Взламывай. Взламывай. Давай открывай. Ну если он да, умеет взламывать сейфы, то уж обычно из замки он тем более должен уметь взламывать легко. И любую машину. Я так думаю. Взламывай. Так, ща, мне надо посмотреть, как сесть и посадить его просто. Ааа, прицеливание, прыжок, ходьба, бег... Действия сдания. Не вижу. Присесть, ну м ноль. Ммм… здорова. Она цел у меня, что переключать. Либо наезд. А, это прыжок. Райт-контрол. Райт-контрол. Замечательно. Контрол просто. Саватора, сядь вот так вот. Давай с тобой сюда. Ты можешь куда-нибудь поближе сюда заползти? Молодец. Ага. Всё, можно это заново, я понял. Ну, убей меня уже, давай. Ну. И закурил потом просто. Давай сюда, Саватора. Сесть. Надо этого ублюдку вот тут, я думаю, подловить. С бейсбольной битой ему просто по бачке сзади отвесить быдных. Там ходят, конечно, просто миллиард. Не, можно, кстати, начать открытую перестрелку, но их так много, что... Ух, ух, ух. Пожалуйста, не спали меня. Я... Ключ какой-то и помповый нашёл. Ну вот, с помповым я уже... А почему? А, твою мать. Ну ладно, давайте тогда бросим. Потому что либо, видите, бейсбольная бита, либо... Я думаю, может, постреляться вообще с ними, я хрен знает. Знаете, мне плевать, на самом деле. Всё. Попробуем не тихо, а через перестрелку. Извините, у меня пистолет, говно. Ну и говно. Мне кажется, что они мне урона больше наносим, чем я им. Такое дерьмо. Всё, пипец. Приехали. Так, тихо, надо этот брать срочно. Не кольт, помповый. Нормально, кстати, пойдёт. Ну и говно у полицейских пистолет. Просто вообще нечто. Так, тихо, там ещё вон бегут. Он что, не вдупляет, откуда я попадаю? Вроде нормально, да? Да, тут вот так вот можно убить, кстати, вполне. Всё? Настрелялся я, выходит. Не, ну этот пистолет, это... Просто мусор. Может, вообще выкинуть, я не знаю. Но такая дрянь. Просто... Просто не убивает. Совсем вот. Помповый, да, самый топ сейчас. Пошли с альватором. Шендец, блин. Помповый, ой, это говорят. Смит и... Смит Вессон 10. Ну и хрень. Ще не убивает. У меня уже, наверное, полностью, да. Вы ничего не нашли. Давайте прям через центральную, что-то, толк-то тут. Блин, застрял немного. Ну пока, в принципе, идёт неплохо. То есть, да, такой стелс надо было делать, но мне просто, не знаю, лень. Всех их сейчас. Блин, он накопок может вызвать, поэтому... Извините, конечно, но... Живых и восемь... Нормально, да, у него дом вообще? Я тут всё сейчас обыщу. О, какой кабинет интересный. Обалдеть, такие эти прям... Ну и домины. Служанка, участок такой с фонтаном, с охраной. Вот живёт, зараза, богато вообще. Вот здесь запасной выход как раз. Через... Слеватор меня только не подопри, друг. Служанку я убил. Ещё кто-то есть? Ну это просто обалдеть, особняк. Жесть. Ванная. Наверное, не одна, я даже думаю, тут ванная. Сейф, да. Сейф надо нам найти. О, тут кто-то есть. Дорогие, у тебя есть хороший день сегодня? Привет, говорит, милый, день хороший был. Да замечательный, слушай. Почему я и всех убил? Да потому что пошёл он к чёрту. Обалдел совсем. Хима, и сколько что-то комнат там. Второй этаж, говорит, а где? Сельватор, не мешай, друг. Вот, вот сейф там. Взломовый. Так, покажи мне, что ты можешь сделать, Салваторе. Хорошо, сейф. Всех перестреляли, блин. Да, я тут не очень добрый был. Та, я тут не знаю, что ты можешь сделать, Салваторе. Ага, я тут не знаю, что ты можешь. Черт возьми. Да, я тут не знаю. Черт, как будто бы мы быстрее, Салваторе. О, чёрт, паузу. Молодец, Альватор, а то к нам бежать теперь надо. Ну, этот и так уехал. Понятное дело. Тем более, убивать мне его все равно нельзя, поэтому... Приезжай, приезжай. Колесо так к тебе скучу. Альватор, ты-то живи. Томпсон пока возьмем, пока мы выбегать будем. Отвезите, говорит, назад. Сейчас отвезу, пошли с Альватору. Все нужное мы забрали. Кстати, вон они. Еле-еле едут, вообще там так катятся. Колесо пробили, да? Выйдем через ту же дверь, в которую заходили, не через центральный вход. Ну, Томпсон, я тогда выброшу, самым собой. Ты что-то испугался. Я живу через улицу в стадионе, где ты меня собираешь. Поехали. Красиво зашли. Давай поворачиваем. Такие дела. Такие дела. С Альватору тоже там немного пару маслин словил от Томпсона. Слышу, там орать начало. Такое. Попали. Всего один охранник, кстати, начало со мной перестреливаться. Эти вообще уехали. Ну и правильно. Хотел бы эту машину забрать, но вот в этом случае никак. Потому что, по-моему, за рулем то ли он сам, то ли что-то такое. Если ее остановить, то все, как бы провал. А так бы я ее, конечно, себе забрал. Это точно. Ну и сейчас заберем, возможно, по игре. Причем машина-то, кстати, давно очень вышла, как вы можете заметить. То есть там еще Морелло в самом начале показывается на этой замечательной, красивой машине. И вот с тех пор все равно еще ездит. И все еще популярна и мощна. Сейчас это уже 40-ки-то года. А там, по-моему, 38-й тогда был показан, как вот Морелло на ней катается. И там приложил какого-то молодого человека, который в нее врезался. Трамвайка ходит, упорится, он носит, он так шатается сюда-сюда. Ну все, высадим с Сальваторой и... К Лукасу, кстати... А, не, Лукас ночью ничего не будет давать, так что тут просто в бар. Все, вылезай, друг. Приехали. Алло. Сальваторой, блин, мы приехали. Здесь я живу. Спасибо большое. Я надеюсь, что будет немного круче в следующем году. Сегодня я почти разрушил мои панцы. Я надеюсь, что так тоже. Попробуй немного шатай. Что ты штаны не надел, да, это точно. Ну как есть. Это на самом деле наше не является. По стелзу ты проходишь или нет. Перебил, блин, всех. Опять тогда через верхний мост, чтобы вот тут не подниматься, не спускаться через все эти два других моста. И Джулиана Бридж не будем ездить в этот раз. Так сказать. Трамвай ходит все очень ночью. Прям класс. И нам вместе с ним. Коп, и сзади, как всегда. Что, я так буду ехать и в трамвай вряжусь, который с другого направления нет. Коп. Увернулся. Сейчас, в принципе, можно и погнать, я думаю. Даже если нарвемся, я от них уйду просто-напросто. По прямой дороге-то. Да-да-да, конечно, мягко пошел, блюдо. Попробуем машину на 120 километрах догнать. Так, смотрите, она не сильно прям водает. Так, то есть, ну. Едет, это точно, но. А то мы сейчас по этому мосту с вами, блин, 300 лет будем ехать. Блин, он меня все еще видит. Я еще и врезался. Гони водила. Твою мать. Тревога нападения на полицейского, черт. Надеюсь, что у меня больше никого полицейского не попадется по пути. В таком случае. Все, да, не попался, отлично. Того я вынес, и тревога прошла. А теперь спокойно доедем. На прямки. Бабушка какая-то ходит ночью. Опасно, я бы на ее месте не стал. Полегче. Ой, нам же сюда. Все машины раздолбал, пока ехал. Ну, и приехали. Поехали. Поехали, ребята. В последний день все хорошо. Ни нет доказательств, ни свидетельствам осталось против нас. Благодаря вашу способность, они даже не скрыт. Спасибо, Боже. Мы пытаемся сделать вас счастлив. Ну, вы точно сделали. Но сегодня мы здесь для чего-то еще. Паули имеет довольно интересное предложение. Я встретил человека из Кентакии, Кентакии, Вилем Гейтс. Все знают что Кентакии производят лучшего брюса. Ну, в общем, он почти взялся зато, когда пробовал его, когда мне дадут его его еду. И что это? И я не могу. Поэтому, я не знаю, что это. Поэтому я спросил его, он сказал, что это не было проблем, и он мог бы длитровать мне сколько я хотел. Я думал, что я решила, что я рисую путь на то, что это мы делали. Ну, я купил машину. Я сказал себе, что если это попадает здесь, мы сможем сделать больше денег позже. Это будет очень хорошая помощь для нашей Канады. Я люблю его. Мне тоже. Мы собираемся купить какие-то красивые бусы. Я уже надеюсь. Где они находятся? Они встретятся в большой гараж. Мы должны быть более осознанным чем мы были раньше. Вы приедете по машине с другими парнями. Они будут твои эскорты на дороге. Вы три купите машину и отправите их в наш дом в Хобокен. Они уже стоят в доме, сидя в машине. И дайте мне еще одну бутылку, чтобы я смогу наконец-то пить что-то доброе. Подпишись, босс. Подпишись. Мы идем за медицину. Здесь, Том. Это может быть полезным. Спасибо. Сделка века. Сделка века. Парковка. На одной машине все вместе. Парковка. 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 Он был в дом. Мы вернемся и следим за нас. А потом мы побежим на дом в Хобокен. Парковка. 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 Ладно. А эту миссию мы продолжим уже в следующий раз. Поэтому всем большое спасибо, что посмотрели. Всем до следующей встречи. Ладно. Парковка. По периодам. Парковка. Парковка.